Меня зовут Дмитрий Марканов, я управляющий партнер теперь уже компании BFL Patentus. Самой компании Patentus уже 18 лет, у нас порядка 30 человек плюс-минус в штате. И мы, честно скажу, одни из лидеров IP рынка России, и мы долгое время были IP-бутиком. В прошлом году мы сделали такую небольшую революцию, как я считаю, на рынке. Мы объединили четыре фирмы в новое образование, назвали это Big Fish Law. В это образование вошла компания Patentus, компания Arbitrage.ru, это Даниил Савченко, банкротный крупный, может знаете, основатель. Володя Китсинг, сильная уголовная практика. И Краснов Кирилл, это лидер страховых споров, особенно по пожарам. Сейчас у нас пять офисов по России, это Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург и Оренбург. У нас 70 плюс человек и оборот суммарный больше, чем полмиллиарда в год. О чем я вам расскажу? Я вам расскажу про опыт компании Patentus с точки зрения бизнеса. И что мы, как юристы, обычно делаем неправильно, что мы не понимаем, что юрбизнес – это бизнес. Дальше, так как это конференция про маркетинг, немножко расскажу про наш опыт маркетинга. Обязательно поделюсь теми проблемами, которыми я вижу на рынке сейчас основное из них. И предложу решения. А также поделюсь перспективами, которые я вижу для любой из ваших компаний. Соответственно, эта презентация – лишь часть моего выступления, но она поможет вам осознать. Важный момент. Дело в том, что все юристы – плохие бизнесмены. Если вы посмотрите список миллиардеров, там буквально исключение – это люди с юридическим образованием. При этом их там два или три было какое-то время назад. Я смотрел список богатейших людей мира, там, России. И они заработали деньги не на юриспруденции при этом. То есть это просто люди не там отучились и стали богатыми вопреки образованию. В основном там математики, программисты и так далее, ребята, которые думают системно. А бизнес – вещь системная. И в юрбизнесе система тоже важна. Поэтому я хотел поделиться нашим опытом. Дело в том, что изначально мы компанию развивали вместе с моим партнером, и он вообще не юрист. Вот он парень от бизнеса, у него был там интернет-магазин когда-то. Он там торговал галстуками в 16 лет, ходил по гостинице. То есть он парень про бизнес. И поэтому изначально, с самого начала мы старались строить нашу компанию как обычный бизнес. А что главное в обычном бизнесе? В обычном бизнесе – это главная прибыль. Если вам бизнес не приносит прибыль, то это не бизнес, это благотворительность, это все что угодно. Хобби, развлечение, но не бизнес. Вследствие, если у вас есть прибыль, есть стабильность, значит ваши доходы превышают ваши расходы. У вас правильно настроены процессы. Для того, чтобы этим управлять всем, мы прошли довольно длинный путь и построили целую систему учета доходов и расходов нашей компании. Вообще у нас очень сильно построен управленческий учет. У нас внедрена система CRM Bittrex. Мы ее полностью к себе переписали, переделали. И в общем-то и в Bittrex и еще в ряде программных продуктов мы в онлайн режиме всегда следим за эффективностью нашего бизнеса. То есть мы в любой момент знаем, какая у нас рентабельность сейчас. И мы знаем не только рентабельность фирмы или рентабельность отдела, мы примерно знаем рентабельность каждого сотрудника, вложений в маркетинг и так далее. И все это можно корректировать. Соответственно, наши модели, ну там расходы постоянные и так далее, это все понятно. Есть расходы фирмы, отдела и сотрудника. Большинство, наверное, компаний ограничатся тем, что они там знают плюс-минус, что у нас происходит по фирме, а внутри отдела уже не сильно погружаются. Соответственно, мы нет, мы идем глубже. И вот такие инструменты, это то, чем мы пользуемся каждый день. Это общий дашборд, где у нас видна сводка того, что приходит, того, что уходит. В этом дашборде учтены все расходы, включая, ну не знаю, на канцелярию, на продвижение, на билеты, на конференции и так далее. Но это несложно, да, ввести все расходы, посчитать там приход-уход. Сложнее, сложнее эти расходы распределить по фирме, потому что вы можете на один отдел тратить больше, а он приносит денег меньше. А на другой отдел вы тратите меньше, а парень он сидит, один там миллион в месяц приносит. И вы такие думаете, а вот у нас другой отдел пять приносит. А потом посчитали, а их там 10 человек, и мы на рекламу еще миллион в месяц заливаем. А он сидит, свои 300 тысяч получает, 700 у тебя остается. Классная рентабельность, да? Соответственно, поэтому мы, помимо общих доходов, расходов в компании, есть показатели по каждому, если вы видите, отделу и даже сотруднику. Вот здесь вы можете посмотреть фамилии сотрудников и так далее. Она сейчас пустая, понятно, что я вам не показываю наши цифры. Но в действительности мы видим цифры по каждому отделу, по каждому сотруднику, по каждому направлению, какие-то вычитаемые расходы и прочее. Дальше эти расходы делятся еще и по направлениям этих расходов. И тут мы видим там рентабельность каждого конкретного сотрудника. Естественно, у нас есть возможности построения моделей. Это обязательно должно быть, когда вы меняете показатели, повысили зарплату всем на 5000 рублей и посмотрели, что у вас стало с рентабельностью. Или поменяли арендную плату, там у вас сотрудники ходят, плачут. Мы хотим новый офис, а вы таки раз вместо миллион-полтора вставили в месяц. И посмотрели, что рентабельность уже не 30%, а 15%, к примеру. И пришли к ним, ребят, слушайте, нам же нужно остаться в 30%, поэтому придется поднять план. Теперь это не полтора, а 2 миллиона в месяц, но мы переезжаем в новый офис условно. Поэтому я считаю, что если коротко, очень важен управленческий учет, выстроенный в компании. И по моему опыту, у большинства юридических компаний управленческий учет не налажен, потому что юридический бизнес не воспринимается как бизнес. Юристы думают о том, как выиграть дело, как вот сейчас конкретно с этим клиентом заключить сделку, чтобы он к нам пришел, а не вот к конкуренту. И даже иногда демпингуют, а потом получается, что прибыли нет. Работы много, все заняты, а прибыли нет. Потому что не налажен учет. Иногда даже нужно отказаться от клиента, чтобы просто не потерять эти время, не потерять деньги. Дальше чему помогает управленческий учет? Когда вы знаете рентабельность сотрудника, вы понимаете, что юрист должен приносить миллион-полтора в месяц. Смотрите, не приносит. Разбирайся, а почему ты не приносишь? Ставка большая, цены высокие, клиентов много. А я вот ксерил, а я вот в суд ездил туда-сюда, надо взять секретаря за 60 тысяч, и все. И он разгрузит юриста, который в это время заработает тот самый миллион-полтора-два, сколько у кого построено. Тут я поделил расходы на постоянные переменные. Это был к вопросу, а можно ли экономить там, как вообще развивать фирму. Экономить или не экономить? Мое мнение, экономить точно нужно. Точно нужно следить за расходами и жить по средствам. Но определенные расходы нельзя убирать. И мое мнение, что такие расходы, как зарплата и налоги, понятно, вы никуда не денете. Но, к примеру, аренду там можно уменьшить. И вот развитие. Вкладываться в развитие или нет? Я считаю, точно надо вкладываться. Потому что стоите на месте, уже движетесь назад. И мы постоянно вкладываемся в развитие. Но вопрос, как вкладываться в развитие. Тут цифры примельные. Зарплата 60%. Это с учетом и нашей прибыли как учредителей. То есть рентабельность у нас по фирме, честно скажу, 30%. То есть 30% это у нас стабильная рентабельность целевая. Считаю, что неплохо. Дальше были мысли на том, как можно снижать расходы, отказаться от развития, увеличить производительность. Труда очень важно. Вот как ее увеличить? Ай, работайте больше. Да нет. Нужны решения, нужны системы. К примеру, у нас много такой потоковой работы, как регистрация знака. Это такая простая работа. Мы выстроили четкую систему. У нас есть поверенные. У него есть 2-3 помощника. У них есть еще дело производителей. Вся работа разделена. Кто-то делает работу экспертную, кто-то делает абсолютно техническую, кто-то просто сканирует. И под это все у нас в Битриксе написан целый бизнес-процесс на каждую процедуру. Нам из Роспатента пришел документ, он сразу загрузился в Битрикс, сразу написалось автоматическое письмо и улетело клиенту. Ваша заявка подана, по ней пришло формальное уведомление. Сколько времени сотрудников мы сэкономили на этой работе? Битрикс это сделал за секунду. И такой автоматизации у нас очень много. Дальше мы клиентам сделали личный кабинет. Он заходит в кабинет, он видит все, что у него происходит. Ему не надо никому писать, никому звонить, отвлекать наших сотрудников. В кабинете нажимают кнопочку и заказывают услугу. Тоже удобно. И клиенту удобно, и нам удобно. Поэтому первая мысль моего выступления, что юрбизнес – это бизнес. И вы должны вести управленческий учет, четко считать расходы и доходы, строить модели, обязательно, прежде чем нанимать дорогого сотрудника или переезжать в новый офис, вбить это в вашу систему и посмотреть, а насколько больше вам нужно будет заработать. А заработаете ли вы настолько больше, если сейчас столько денег потратите на эту историю? А может не заработаете. Следующий момент, о котором я говорю, что нужно обязательно делать автоматизацию. Не можете сами писать, да, это расходы, у нас там сидит два программиста постоянно в штате, и мы эту ерунду пишем уже 18 лет, на террасофте были, теперь на битрексе. Не обязательно купите готовое решение. Есть готовые решения, есть интеграторы, которые придут, поставят, но это точно упростит вашу жизнь, повысит вашу производительность труда. Дальше, некоторые компании борщат с бэк-офисом, там у них куча каких-то секретарей, менеджеров, и 5 человек в отделе маркетинга и 5 юристов. 5 маркетологов продвигают 5 юристов. Ну, наверное, это перебор. Но мы тут тоже всегда выступаем за баланс бэк-офиса и фронт-офиса, и если что-то можно отдать там, к примеру, на подряд, то мы всегда отдаем, привлекаем подрядчиков. Это проще, чем держать людей в штате. Дальше что? Автоматизация – это продолжение той истории, аутсоркс – это продолжение фронт-офиса. Удаленный формат, не знаю, мы к удаленному формату были готовы задолго до пандемии, у нас всегда он работал. Но мне он не нравится, я чувствую, что начинается энтропия через какое-то время, теряется общее движение, и это какой-то артель получается, такой коллектив самозанятых, которые каждый из дома что-то делает. Мне это не нравится, поэтому, несмотря на то, что мы можем работать удаленно полностью, мы не работаем. Но для кого-то возможно это решение. Презентацию выключаю. Эта презентация была только как вводная часть, чтобы вы поняли, что мы свою компанию построили как бизнесовую компанию. Теперь это управленческий учет, учет рентабельности и так далее. Как мы это применяем, к примеру, к маркетингу. Мы сегодня встретились же по поводу маркетинга. С точки зрения маркетинга, мы были одной из компаний, которые первые начали зарабатывать за счет лидов, которые приходят из интернета. Наш сайт несколько раз признавался лучшим порталом и так далее. Но еще до этого, еще там 16 лет назад, когда компания создавалась, был сделан сайт, тогда еще немногие думали, что юр-услуги можно продавать через интернет. А мы тогда сделали калькулятор. То есть, чтобы рассчитать стоимость регистрации товарного знака, нужно знать вид товарного знака, словесный, комбинированный или изобразительный. Классы, количество классов, процедура ускоренная или обычная. И когда клиент вам звонит, и вы начинаете ему это говорить по телефону, ему нужно взять ручку, записать, офигеть и не разобраться. Или когда он заходит к вам на сайт, вы тоже на него вываливаете этот огромный прайс, это тяжело. И вот мы первые придумали калькулятор для расчета товарных знаков. То есть, ты заходишь, просто вбиваешь то-то-то-то-то, тогда этот калькулятор нам генерировал такой поток лидов, что у нас телефон звонил всегда. Вот он просто всегда звонил, менеджер говорит, кладет трубку, начинается опять звонок. И что удивительно, приходили клиенты, конечно, там и ИПшники, и там и первый, и последний знак, и массфильм пришел то же самое. То есть, тут говорить о том, что интернет это поставщик только там мало бюджетных клиентов, я бы не сказал. Конечно, с развитием времени конкуренция, по крайней мере в нашем сегменте интернета, сильно увеличилась. И если раньше там контекст стоил копейки, то сейчас, когда я смотрю, сколько стоит контекст, я понимаю и закладываю его в наши матрицы, что он не отбивается. Что заплатив за этот контекст и за работу своих, у нас, кстати, целый отдел клиентский сидит, 4 человека, они принимают все входящие лиды, плюс у нас выстроена партнерская программа, один человек за нее отвечает. Так вот, когда я считаю все эти расходы, я понимаю, что заплатив за этот контекст, я поработаю чуть-чуть в минус. И я буду только надеяться, что этот клиент ко мне когда-то вернется. А если он не вернется? Если это его первый и последний товарный знак, да, условно, мне это неинтересно. Поэтому конкуренция заставила меняться. И с точки зрения изменений в интернете мы от контекста ушли в SEO. Мы вообще не пользуемся больше контекстом, мы не платим деньги, мы продвигаем ресурс за счет контента. И считаем, что контентное продвижение, наверное, самое эффективное, самое стабильное, но самое сложное. Потому что это не просто ты денег закинул, тебе объявления настроили, люди начали тыркать и зашли. Нет, тебе нужно этот контент генерить, сам ты писать устанешь. Поэтому вы либо берете копирайтеров, которые пишут фигню обычно, либо выстраиваете систему. Как выглядит система? Система это человек, который отвечает за развитие. Это может и вы как управляющий партнер или у нас директор по развитию. У него есть несколько копирайтеров, которых он контролирует и перечитывает. И все сотрудники фирмы. Это нормально, что каждый сотрудник фирмы должен раз в месяц, ну у нас там, я скажу, раз в квартал получить отзыв реальный в Яндексе, чтобы написали. И написать что-то, что ему скажут кто-то на полстраницы, кто-то в журнал там про Авару, кто-то в журнал Вестника Суда, а кто-то просто там в телеграм-канал заметку. И за счет этого контент генерится. А когда у вас там 20-30 человек, для людей это незаметно, а контента довольно много. Но дальше, продвигаясь в интернете, вы все равно сталкиваетесь с определенным ограничением, что, к примеру, если вы хотите работать с Coca-Cola, Unilever и так далее, вряд ли они вас будут искать в интернете. Поэтому следующий важный канал продвижения – ивенты. Ивенты – очень важная история, но с ивентами очень важно правильно работать. То есть есть ребята, которые приходят на ивентах, выступил и шоу, есть кто вообще не выступил, есть кто пришел, там классно выпил, потусил и разошелся. Ивенты – это общение, это обязательно обмен визитками. И я считаю, что по ивентам тоже надо выстраивать обязательно систему с целевыми показателями. Вы отправили сотрудника, вы четко ставите ему задачу. Дальше все эти контакты, которые вы собираете, в отличие от интернета, там продажа быстрая, человек уже хочет. Тут продажа долгая, тут еще никто ничего от вас не хочет, у них может нужды нет, а может у них это нужно 10 раз закрыто. Зачем вы там? Да, ваша задача, чтобы вы были в составе трех, максимум пяти, о ком он вспомнит, когда решит поменять подрядчика или когда у него возникнет вопрос. Или вы были в числе тех трех, кого ему порекомендуют. Поэтому с точки зрения ивентов, это очень важный канал для продвижения, но он должен работать. Плюс ко всему, недостаточно, привет, привет, давай поменялись с визитками, он меня точно запомнит. Он же из Сибурова, ему всю жизнь нужен был я, да? А этот из Газпрома, куда он без меня, да? А нет, он вас забыл, вообще ему не интересно. Поэтому эти визиточки нужно собрать в базу, базу сегментировать, разделить там по уровню компании, по уровню позиций и предложить этим людям что-то интересное. Кому-то рассылочку, кого-то с днем рождения поздравить, кого-то пригласить на бизнес-завтрак. И тут я перехожу от того, что мы долгое время ходили на чужие мероприятия и начали делать свои. И мы поняли, что свои мероприятия штука классная, штука рабочая. Она, во-первых, зачастую дешевле, чем чужое мероприятие. И, во-вторых, вы за счет этого можете работать не только с базой перспективных клиентов, но и сохранять отношения. Вот сейчас у нас по компании более 80% мы зарабатываем на наших постоянных клиентах. И мы понимаем, что они нам важнее новых. Новые – это, конечно, хорошо, свежая кровь всегда должна быть для роста. У нас рост 20% в год в среднем последние много лет. Даже вот в этом году у нас такой рост. Так, соответственно, поддержание отношений с старыми клиентами – это в том числе бизнес-завтрак, еще что-то, еще что-то. И выстроенная система, в том числе email-маркетинга, через которую вы общаетесь. Дальше у нас очень хорошо настроена система обратной связи. То есть каждый клиент на каждом этапе работы сталкивается с вопросом автоматическим от нас. А что вы от нас думаете? А в конце он сталкивается со звонком еще. Ответственный человек, а вот мы поработали, мы вам вообще понравились или нет? И это очень важная история. Дальше. Event-маркетинг – это классно, но следующая история, которая сейчас прям самый топчик, мне кажется. И как раз, если вы хотите работать прямо с топ-компаниями и выходить на топ-руководителя – это комьюнити-маркетинг. Это уже создание некоторых сообществ, комьюнити, в рамках которых вы не продвигаете свои услуги. Вы создаете отношения. И через эти отношения к вам приходят, их знакомые приходят. И вот по моему наблюдению, сейчас рынок сильно в этом направлении движется. Создаются какие-то клубы, там ЛО-500, Право.ру что-то свое создает, куча. Просто бизнес-клубов можно туда вступать. Но здесь очень важно помнить одно. Просто вступить в клуб и потратить 500 тысяч в год вообще ничего не значит. Вы должны там быть, находиться и работать. Это работа, потому что иначе это то же самое, что прийти на конференцию и ни с кем не познакомиться. Зачем? Никогда не обедайте в одиночку. Соответственно, комьюнити-маркетинг. Теперь про проблемы. Основной проблемой юрынка, которую я сейчас вижу, это кадры. И это касается и развития, и юристов. У нас мало качественных кадров, а у кадров очень большие аппетиты. И мы сталкиваемся с тем, что нам, к примеру, очень сложно конкурировать сейчас с какими-нибудь компаниями типа «Газпромнефть» экспертные решения. Они, в отличие от нас, рентабельность не считают. И все. А как конкурировать с тем, кто ее не считает? Я объясняю человеку, что чтобы зарабатывать там условно 250 тысяч в месяц, ты должен принести мне хотя бы 700. А он мне говорит, а мне там просто платят 400. Я говорю, ну это классно, конечно. Ну вот так. И мы все с этим сталкиваемся. Поэтому какое решение? Растить свои кадры. Одно из решений, но их все равно будут перекупать. Повышать ценники. По возможности повышать зарплату. У нас в этом плане люди хорошо зарабатывают. Но с самого-самого начала у нас был принцип win-win. Ну мы не просто платим там 500 тысяч в месяц. Ты можешь зарабатывать даже больше. Но фикс у тебя будет один. А остальное ты будешь забирать за счет того, что ты выполняешь и перевыполняешь план. И большая часть сотрудников у нас там может удвоить фикс легко. И именно эти люди с нами остаются. А те, кто не хочет так работать, это, наверное, не наши люди. И здесь очень важно вам тоже идти по жизни с теми людьми. Если человек не ваш, лучше его отпустить. Сейчас вот огромная проблема с отделом развития у всех. Всех гоняются за маркетологи. Молодые девчонки хотят какие-то сумасшедшие зарплаты. И это тоже, я считаю, перегрев юрбизнеса, потому что юрбизнес не считает, зачем он на них тратит эти деньги. Я думаю, что будет коррекция. Но с точки зрения коллектива, его вовлеченности и интеграции, хотел с вами поделиться системой, которой мы пользуемся. Мы этим пользуемся давно, уже 12 лет. Каждый год мы проводим сессию стратегического планирования. На ней приходят все сотрудники, включая курьера, и все приходят на равных основаниях. При этом за эти 12 лишним лет, сколько мы проводим, мы уже набрели опыт. И что я вам скажу важно. Первое, это не надо делать в офисе. Второе, это надо делать в рабочий день и отводить на это целый день. Третье, к этому надо готовиться. Нельзя просто собрать людей. Эй, давайте сейчас придумаем, как мы станем богаче в два раза. Так, Вась, что ты думаешь? Я вообще не думаю. У меня там клиент звонит. Поэтому очень важно готовиться. Что мы делаем? Мы все отделы собираем, ключевых людей, потом все вместе, поднимаем тематику, которая в этом году, как мы считаем, актуальна, и начинаем такой легкий брейнстурр накидывать. Поэтому люди, когда приходят на сессию, мы готовим ее где-то за месяц, начинаем, они уже думают об этом, у них уже есть идея. Следующая важная штука, обязательно нужен модератор этой истории, ведущий. У нас всегда бизнес-тренер, очень хороший бизнес-тренер, и без него это не работает. Он драйвером является. Дальше, следующий момент, надо обязательно миксовать людей. Нельзя, чтобы они оставались своими группами, их нужно менять, чтобы юристы там ушли в патенты, патенты в товарные знаки, а курьер пошел в бухгалтерию условно. Не факт, что там каждый из них суперэффективно поработает, но этот микс, по крайней мере, тимбилдинг устраивает. Во-вторых, возможно, обмен мнениями. Когда люди внутри отдела, они думают, ну, у них все хорошо. А тут соседний отдел говорит, а мы давно вот так делаем, а вы что так не делаете? Это же вообще классно. О, да, да, давайте делать. Следующее, к чему мы пришли, очень важен приглашенный гость. Мы каждый год приглашаем какого-то там сильного бизнесмена или какого-то крупного инхауса. Потому что одно дело, когда я коллегам рассказываю, как надо работать, что от нас ждут клиенты, другое дело, когда там крупская Лена выходит, директор по вопросам X5 Retail Group и говорит, слушайте, ребята, надо так. Все такие, да, Елена, уже записали. Вот. Что еще важно в сессиях? Когда вы работаете в сессии, вы все вместе принимаете эти решения. Хотя мы направили всех сотрудников нужное нам направление, но решение-то они придумали сами, сами их записали и сами решили их выполнять. И гораздо проще выполнять то, что ты сгенерировал сам. И эта история у нас начинается на сессии и продолжается весь год. Мы стараемся не строить такую супер вертикальную компанию, горизонтальное взаимодействие, оно упрощает жизнь учредителю. Хотя полностью горизонтальная компания и бирюзовая в России невозможна в силу менталитета наших людей. Вот. И в конце про перспективы и то, где я вижу развитие юридического рынка. И прежде чем сказать про это, я чуть-чуть вернусь назад. Все такие думают, в России юрбизнес, а сколько лет в России юрбизнесу, да? А у нас очень молодой юрбизнес по мировым рынкам. По сути, у нас юрбизнес появился когда? После перестройки. Когда иностранные юрфирмы, Ильфы, пришли сюда и показали, что такое юрбизнес и как работать. И многие из нас на это говорят, ой, вы знаете, ну да, в Советском Союзе, конечно, юрбизнеса не было, естественно, не было. Были адвокаты, это вообще социальная некоммерческая деятельность, условно, да? На благо всего населения. И какие-то там инхаусы, да? Но до революции, думают, у нас там такие юрфирмы были. Не было. В России, к сожалению, и до революции юрбизнес не был развит. У нас не было юрфирм со 100-200 летней историей. У нас там после соборного уложения, только там 1864 год, то есть конец, блин, 19 века начинает формироваться сословия адвокатов. Их даже не было. И тогда, да, тогда появляются звезды какие-то, известные адвокаты, но юрфирмы так и не образовались. Поэтому, когда мы говорим, а как развиваться юрбизнесу, надо смотреть там, где ему 100, 200, 300 лет. И там, где существует компания с тремя, четырьмя, пятью тысячными сотрудниками, с офисами по всему миру, такие как Бейкер, Маккенди, Дентонс, Хоган и так далее, наверное, у них опыт больше. И, наверное, они лучше знают. Ну да, с точки зрения бизнеса, в целом, они там прокаченные. А с точки зрения юрбизнеса, они точно более прокаченные, чем мы. Поэтому мы вот для себя очень активно стараемся перенимать их практики в работе, во-первых. И если есть возможность хантить человека из Ильфа, из хорошего Ильфа, мы потратим на это деньги. Почему? Потому что с ним мы приобретем новый уровень обслуживания для клиентов. Но это еще не все. Я скорее хотел сказать о тенденциях рынка здесь и там. Наш несформированный рынок с очень маленьким количеством фирм относительно. И относительно маленькими фирмами. Ну что там у нас крупнейшие, ЕПАМ сколько там, 400 человек? Это вообще маленькая фирма по мировым и американским, просто маленькая. Так у нас еще все делятся и все друг от друга убегают. Поработали два года, разошлись. Только собрались, разошлись. А там наоборот. Там тенденция уже там много-много лет объединения, объединения, объединения. И вот мы подсознательно, не знаю, сделали вот это объединение, Big Fish Law. Как мы к этому пришли? И почему я считаю, что вам тоже стоит подумать об объединении как драйвере развития? У меня так получилось, что в патентах очень много крупных клиентов. Я честно говорю, много крупных клиентов. А я делаю для них только IP. Делаю IP, делаю. Они раз меня про налоги спросят, про банкротства спросят. А я такой, я не делаю. И это не делаю. И длительное время я вынашивал идею, ну, наверное, надо формировать практики. И как это можно делать? Можно методом проб и ошибок самому начать разбираться в этом и сказать, все, я теперь не опишек, я вот открыл налоговый кодекс, читаю, взял кого-то и начинаем расти. Это долго. И не факт, что что-то получится. Возможно, вы реально никудышный налоговый юрист и никогда им не станете. Следующий путь – покупать. Покупать ребят, покупать практики. Здесь два минуса. Первый минус – это не дешево. А второй минус – я вот смотрю по рынку, купили, человек поработал и дальше куда-то улетел. Купили, поработал, дальше. А знаете, для кого это минус еще? Для клиентов, которые он такой раз работал с сотрудником в одной компании, тот ушел, он такой думает, в компании остаться или с сотрудником. Ладно, пойду за сотрудником. Тут уже привык, а он через год еще дальше пошел. И эта нестабильность клиентам точно не нравится. И если вы им будете предлагать более стабильную конструкцию, они будут с вами. Они будут понимать, что у вас там никто не бегает, что у вас есть это, это, это. И мы подумали, а как быстро сделать? Вот как вот без рисков, без расходов, не чтобы это 20 лет, а вот быстро. А быстро – это объединение. Когда вы встречаете похожих по духу людей в первую очередь, потому что объединяться надо только с теми, с кем вы близки по духу, по принципам, по идеалам, с кем вам хочется работать. Дальше близкими по уровню сервиса, потому что, ну понятно, что там, когда у вас там определенный чек, у вас там, к примеру, дело стоит 2-3 миллиона рублей, вам нет смысла объединяться с юристом, который ведет там семейные споры за 50 тысяч рублей. У вас не будет синергии. И, соответственно, это объединение, как оно работает? Во-первых, это удобно для клиента. То есть вот он пришел и все, он все получает здесь. И он привык работать со мной, ему даже перезаключать договор не надо, он через меня работает. И он знает, что я за это отвечаю. Следующий момент. Это очень классно с точки зрения кросс-продаж. Ребята, представляете, вы как одна фирма трудитесь, а вас четверо. Один на этой конференции, а трое еще где-то, вы даже не знаете, да, но все закрутилось, заработало. Поэтому я думаю, что за этим будущее. Я прошу прислушаться к этой идее, подумать. Да, это непросто, потому что вообще мы ментально не очень близки к объединениям. У нас люди скорее так вот обособятся, закрытся, забор высокий поставить, да. Даже у нас коттеджные поселки старые все, большие заборы, дачные поселки, большие заборы. Про Америку фильмы смотришь, лужайки, заборов нет, да. И ментально у нас эта история, вот нас как бы с детства еще в Союзе не учили создавать Союзы. У нас разводов, да, там из 10-8. Почему? Потому что людей не учат общаться, не учат идти на компромиссы, не учат создавать Союзы. Вот мы должны это все изменить с вами, друзья. научиться создавать Союзы. И надеюсь, что кто-то из вас через какое-то время создаст фирму, и мы будем такие. О, русский бейкер и маккензи. 30 государств, полторы тысячи сотрудников. И желаю вам в этом удачи. Спасибо. Спасибо.